Наверняка многие из вас видели видео урок, хотя видео уроком это назвать сложно, это скорее презентация метода от школы обработки фотографий Фотолана. Там для ретуши используется некая конструкция из слоев и работа производится только кисточкой, без использования инструментов ретуши. Когда я посмотрел этот урок, стало сразу понятно, что здесь использован метод частотного разложения. Только в несколько другом варианте. И в этом уроке я хочу рассказать об этом методе. Для того, чтобы нам создать конструкцию из слоев с разными деталями, давайте увеличим изображение до 100%, нажав Ctrl-Alt-0. И теперь уже будем работать вот с такой увеличенной картинкой. Для начала я дублирую слой, называю его Размуте. И теперь размываю этот слой с таким радиусом, чтобы у меня полностью сгладилась текстура кожи. Перейду в меню Фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. Теперь нужно подобрать такой радиус, чтобы у нас полностью исчезли все дефекты. Поставлю, к примеру, 20 пикселей. Нажимаю ОК. Мы получили вот такой базовый слой. Теперь снова делаем копию фонового слоя. Перемещаем ее наверх. Для этого есть комбинация клавиш, Ctrl-Shift-Правая квадратная скобка. Называем этот слой крупные детали. Нажимаем Enter. Теперь идем в меню Изображение. Внешний канал. И выбираем здесь Вычитание. Здесь ставим следующее значение. Масштаб 2. Сдвиг 128. В английской версии вычитание называется Subtract. И непрозрачность 100%. Источником выбираем слой размытия. Нажимаем ОК. И изменяем режим наложения на линейный свет. Посмотрите, что получилось. Мы получили в результате с помощью этих двух слоев ту же самую картинку. То есть мы уже разложили изображение на составляющие частоты. Вот здесь у нас остались тон и цвет. А вот здесь остались детали размером от 20 пикселей. То есть с таким размером, с которым мы размыли изображение. Но нам нужно, чтобы вот здесь остались относительно крупные детали. То есть размером примерно от 10 до 20 пикселей. Может быть даже от 8. Для того, чтобы нам отфильтровать более мелкие детали, этот слой нужно размыть. Идем в меню Фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. И размываем этот слой уже с меньшим радиусом. Радиус нужно подбирать опытным путем. Не обязательно использовать те значения, которые я даю. Это зависит от вашей картинки. К примеру, я поставлю здесь 8 пикселей. Мне важно вам показать сам принцип построения таких слоев. Ставлю 8 пикселей. Нажимаю ОК. То есть этот слой у нас теперь содержит детали размером от 10 до 20 пикселей. В этом диапазоне. Создаем еще одну копию фонового слоя. Также нажимаем Ctrl-J. Ctrl-Shift. Правая квадратная скобка. И переносим этот слой на самый верх. Назовем его мелкие детали. Теперь к этому слою применяем фильтр с тем радиусом, с которым мы размывали вот этот слой крупные детали. Это радиус 8 пикселей. Можно просто нажать Ctrl-F. Применится фильтр размытия по Гауссу с последними значениями. Но я покажу все подробно. Перейдем в размытие. Размытие по Гауссу. И вот здесь ставим значение 8 пикселей. Окей. Теперь идем в меню изображения. Внешний канал. И источником здесь выбираем уже исходный фоновый слой. Вот так. Нажимаю ОК. Изменяю режим наложения на линейный свет. И инвертирую этот слой. Нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-I. Либо это можно сделать через меню. Изображение. Коррекция. Инверсия. Та же самая комбинация клавиш Ctrl-I. Смотрите, что у нас теперь получилось. Мы снова собрали изначальное изображение. На этом слое у нас теперь расположены детали размером от 8 пикселей и до самых мелких. Но нам нужны самые мелкие детали, то есть текстуру кожи, отфильтровать и вынести ее на отдельный слой. Обычно для этого используется радиус примерно 3-4 пиксель. Давайте размоем этот слой. Фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. И введем сюда радиус 3 пикселя. Нажимаю ОК. И получается, что мы отфильтровали самые мелкие детали. Нам нужно создать слой с текстурой. Его мы трогать не будем. Он у нас будет содержать информацию только о самой мелкой текстуре кожи. Для этого переходим снова на фоновый слой. Копируем. Ctrl J. Перемещаем наверх. Ctrl Shift. Правая квадратная скобка. И называем этот слой текстура. Аналогичным образом размываю этот слой. Фильтр. Размытие по гауссу. Он размоется с тем же радиусом, с каким мы размывали слой мелкие детали. То есть с радиусом 3 пикселя. Иду в меню изображения. Внешний канал. Здесь у меня уже автоматом будет стоять исходником фон. Исходный слой. Режим тот же вычитания. 2.128.100. Нажимаю ОК. Изменяю режим наложения на линейный свет. И инвертирую этот слой. Ctrl I. У нас получилась вот такая конструкция. На нижнем слое у нас размытое изображение. На следующем слое крупные детали. На следующем мелкие. И на последнем текстура. К этим двум слоям. Мелкие детали и крупные детали. Мы добавляем обычные маски. И теперь эти все слои мы сведем в группу. Выделим. Выделяется необходимое количество слоев. С нажатой клавишей Shift. Выделяем один. Удерживаем Shift. И выделяем последний. Для того, чтобы объединить слои в группу. Нужно нажать комбинацию клавиш. Ctrl G. Вот у нас появилась группа. Назовем ее Retush. Откроем. И теперь смотрите, как нужно ретушировать. Я немного уменьшу изображение. Чтобы вам было лучше видно. Выбираю кисточку. Обычную черную. Непрозрачностью примерно 30% для начала. И первым делом мы убираем. Смягчаем крупные дефекты. Вот таким образом здесь также смягчаются и блики. Происходит такое выравнивание и небольшое сглаживание кожи. Текстура при этом сохраняется. Так как текстура у нас вынесена на отдельный слой. Давайте я сейчас сделаю немного утрированно. Чтобы так долго не возюкать кистью. Поставлю непрозрачность на 50%. Так будет проще. Прохожусь по всем проблемным местам. Смотрите, здесь также немного осветляются темные области под глазами. Но нужно быть осторожным при подходе к краям изображения. Потому что могут появиться различные не очень приятные артефакты. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Для этого я включаю и отключаю маску. Маска включается и отключается. С удерживанием клавиши Shift. Кликаем по маске. Видите, мы смягчили вот такие вот не очень красивые светотеневые переходы. То есть поработали с тональными переходами. При желании можно здесь сделать это и на размытом слое. То есть штампиком с небольшой непрозрачностью еще пройтись где-то по проблемным местам. Теперь переходим на маску мелких деталей. Здесь я поставлю непрозрачность 30% для начала. Потом можно ее подрегулировать. И аналогично работаем, смягчая текстуру кожи уже средних размеров. Проходим вот таким вот образом. Обратите внимание, что мелкая текстура при этом сохраняется, так как она вынесена на отдельный слой. Работаем кисточкой с небольшой непрозрачностью 30%. И убираем вот такие вот дефектики. Вот такие оставшиеся дефекты. Увеличиваем кисть на 100%, нажав клавишу 0. И уже работаем более прицельно. Для того, чтобы увидеть, где мы прошли помазки, нажимаем клавишу обратный слэш. И мы видим, где мы уже покрасили. Таким образом, мы смягчаем текстуру кожи, устраняя различные недостатки. Если необходимо вот здесь еще смягчить, переходим на слой крупные детали. И также проходим кисточкой с непрозрачностью 100%. Здесь у нас смягчаются такие вот средние неровности. Но нужно быть осторожным, потому что можно нарушить светотеневой рисунок, и человек уже не будет похож сам на себя. То есть со 100% непрозрачностью желательно не работать или работать очень осторожно. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Отключаю маску мелких деталей. Вот так. Мы с вами убрали мелкие дефекты. Ну, кое-что здесь осталось. Но нет никаких проблем. Переходим на слой текстура. Берем здесь инструмент восстанавливающая кисть или точечная восстанавливающая кисть. Но здесь нужно обязательно снять галочку «Образец всех слоев». Иначе получится вот что. Смотрите. Если я поставлю все слои, будет вот такое пятно. Нажимаю Ctrl-Z. Снимаю галочку. И точечно этой кистью удаляю этот дефект. Или можно воспользоваться инструментом «Восстанавливающая кисть». Но здесь уже нужно отбирать образец вручную. Аналогично. Видите, я забыл снять использование всех слоев. Нужно ставить активный слой. Ctrl-Z. И таким же образом я убираю оставшиеся несколько вот таких вот мелких неприятностей. Можно их, конечно, и оставить. Все-таки идеальной кожи не бывает. А у нас стоит задача сделать именно естественную ретушь без такого чрезмерного гламурного глянца. То есть некоторые дефектики не очень значительные можно оставлять, чтобы человек оставался человеком, а не манекеном с искусственной кожей. Теперь у меня есть группа вот с этими слоями, где я проводил ретушь. Я могу регулировать ее непрозрачность и таким образом сделать ретушь максимально естественной. То есть вот таким изображением было. И вот таким я его сделал. Как видите, никакой размытости текстуры кожи. Все полностью сохраняется. В отличие от использования плагина Portraiture, когда текстура кожи немного заблюривается. Или лицо становится неестественно выглядящим. Но это, конечно, зависит от того, как его настроить. Но в большинстве случаев результат именно такой, когда он применяется по умолчанию. Итак, надеюсь, этот урок принесет для вас пользу. И вы сможете значительно быстрее обрабатывать свои портретные фотографии. Я не говорю, что это идеальный и окончательный результат. Но, тем не менее, это уже хорошая база для дальнейшей, более глубокой ретуши. Например, методом Dodging Burn. Я вам долго рассказывал. На самом деле, все это делается значительно быстрее. Если бы я не объяснял, а просто работал, это заняло бы у меня буквально 3-4 минуты, не больше. И в дальнейшем можно уже переходить к более сложным способам ретуши, если это необходимо. И если человек готов за это платить. На этом урок закончен. До новых встреч. С вами был Евгений Карташов. Субтитры сделал DimaTorzok